Друзья, пока мы наносим завершающие штрихи на выпуск про долгожителей в элите, который выйдет на днях в нашем Телеграме, давайте посмотрим на очень близкую ко всему этому удивительную историю. В 1925 году Михаил Булгаков создал фантастическую повесть о профессоре Преображенском, который практиковал трансплантацию половых желез обезьяны для омоложения своих богатых пациентов, а однажды решился на эксперимент мирового масштаба. Пересадил собаке мужские яичники с придатками и семенными канатиками, а заодно и гипофиз. Современному читателю завязка сюжета может показаться чистой выдумкой, но в 20-е годы оригинальный метод омоложения организма путем пересадки половых желез был у всех на слуху, равно как и имя его создателя, ставшего прообразом булгаковского профессора, французского хирурга российского происхождения Сергея Александровича или Самуила Абрамовича Воронова. В 1884 году 18-летний Сергей отправился из Воронежа изучать медицину в Париж, в Сорбонну, где заинтересовался эндокринологией и трансплантологией. Учился у хирурга и евгениста Алексиса Карелля. С 1889 года работал под руководством физиолога Шарля Броун-Секара, выдвинувшего гипотезу о положительном влиянии экстрактов половых желез на организм. Оттуда отправился врачом в Египет, где проработал до 1910 года. В Каире врач наблюдал за евнухами. Отсутствие у них бороды, маленький череп, тучность, высокий диапазон голоса, дряблость мускулатуры, вялость мысли, плохая память, отсутствие энергии натолкнули Воронова на мысль о том, что отсутствие семенных желез деструктивно воздействует на работу эндокринных органов и на состояние организма в целом. Похожие симптомы наблюдались и у здоровых мужчин более старшего возраста, что говорило о постепенном ухудшении работы органов внутренней секреции, вызывающем старение. И Серж Воронов решил воздействовать на органы внутренней секреции путем пересадки донорских органов. Новая железа, по мысли доктора, должна была восстановить нормальную жизнедеятельность организма и замедлить процесс старения. Вот только как заставить жить постороннюю железу в организме, которому она была привита искусственным путем. К экспериментальным исследованиям, призванным разрешить этот вопрос, Воронов приступил в 1913 году на физиологической станции Коллеж де Франц. Вначале отрабатывал технику пересадки, изучал реакцию организма на посторонний орган. Прежде чем прививать семенные железы, проводил опыты с менее сложными органами, например, с щитовидной железой. Так, в 1914 году он вылечил 14-летнего подростка, у которого в результате перенесенной кори наблюдались признаки слабоумия. После пересадки в шейный отдел правой доли щитовидной железы бабуина пациент стал более живым и подвижным, лицо приобрело здоровый цвет, умственная деятельность вернулась к норме. Этот метод доктора Воронова признали спасением для большого количества взрослых и особенно детей, обреченных на вегетативную жизнь. В 1915 году Воронов оперировал 20-летнего юношу, внешне похожего на 10-летнего ребенка, безжизненного и апатичного, способного произнести лишь несколько членораздельных слов. В качестве донорской железы хирург взял железу матери пациента. Операция прошла довольно легко, и уже к концу года юноша начал расти, пропала апатичность, пробудился разум, а речь стала четкой. Стало ясно, что привитая железа вполне может быть принята организмом рецепиента. В Первую мировую войну Воронов пересаживал раненым костную ткань, причем по возможности собственную костную ткань оперируемого. В этом случае она быстрее приживалась. Наконец ученый приступил к экспериментам на семенных железах. Старой особи козла или барана пересаживали ткани молодой. Результат – к старым ослабшим животным возвращался аппетит, они вновь приобретали быстроту движений и покрывались более густой шерстью. 12 июня 1920 года в Париже Серж Воронов осуществил первую пересадку семенной железы обезьяны человеку. В результате у человека было отмечено прибавление сил и энергии. Все наблюдения были опубликованы и проиллюстрированы фотографиями пациента до и после. За 1920-24 годы Воронов осуществил 52 пересадки половых желез обезьяны пациентам в возрасте от 40 до 59 лет или старше 70, ощущавшим симптомы старости. У большинства прооперированных наблюдались улучшения физического и психического состояния. Эффект от операции сохранялся от нескольких недель до двух лет. Вот, например, 74-летний английский чиновник, обратившийся к Воронову в 1920-м. Сгорбленный старик, тучный, с дряблыми чертами лица, тусклым взглядом, ходит с трудом, опираясь на палку. Очень ослабевшая память, ум работает лениво и медлительно. После же проведенной в феврале 1921-го операции англичанин потерял половину своей тучности, был весел, с ясным взглядом, прямым телом, поехал в Швейцарию и поднимался там в горы. Положительный результат не был гарантирован, но, тем не менее, желающие омолодиться съезжались к Воронову со всего света. Утверждение о том, что пересадка половых органов обезьяны человеку дает эффект омоложения, хоть и на ограниченный период, вызвало большой общественный интерес. Моя жена писал в 1924 году ученому химик Морозов. «Была со мной в Питере во время получения вашей книжки «43 прививки от обезьяны человеку» на французском языке. Она так увлеклась ею, что, не успев спросить вашего разрешения, сговорилась с издательством книга о ее немедленном издании на русском языке и тотчас же начала переводить ее. «А теперь я беру перевод ее с собой, чтобы сдать издателю. Посылаю вам свой привет, моя жена надеется, что вы и для меня приготовите обезьянку, когда я дряхлею». В 1924-25 годах Воронов совершил ряд поездок по Алжиру, Марокко, Судану, Сенегалу, Гвинеи, Нигеру, обучая трансплантации ветеринаров, чтобы те могли улучшать породы скота. В результате сделанных доктором Вороновым прививок у подопытных наблюдался усиленный рост шерсти. Как сообщает иностранная пресса, писали в 1925 году советские известия. Ученый произвел операции омоложения над самими Клемансо и Ллойд Джорджем. О работах Воронова писали и ученые. «Одни считали, что уже после одного вида до и после омоложения, изображенных в работах Воронова достаточно, чтобы убедиться, что мы имеем здесь дело с действительным омоложением, да еще таким, которое длится по нескольку лет». Другие критиковали метод прививания железы и советовали потенциальным пациентам изменить образ жизни, правильно питаться, заниматься физкультурой и дышать свежим воздухом. Так или иначе, омоложение по Воронову еще долго привлекало всеобщее внимание. Со временем популярность Воронова стала угасать. В 1930-х годах на страницах газет все чаще стали появляться разгромные статьи, а затем теория омоложения была полностью опровергнута. Однако невозможно отрицать, что его экспериментальные исследования придали импульс развитию трансплантологии и эндокринологии. Практика показала, что хотя пересадка яичек могла на какое-то время стимулировать сексуальную активность и половое влечение, она не восстанавливала изношенное сердце, сосуды и другие необходимые для жизнедеятельности органы. Английский лорд, один из самых удачных его пациентов, омолодившись после прививки обезьяньих гормонов, от собственной невоздержанности умер через два года после операции. И остальные пациенты тоже оказались не из числа долгожителей. Те, кто рукоплескал Воронову, теперь смеялись над ним. Доктор тяжело пережил критику. Он несколько лет провел в депрессии, а потом ушел с головой в удовольствие, к которым так стремились его пациенты. В бесконечные вечеринки, путешествия и любовные связи. Женился в третий раз. Третья супруга, блестящая красавица Герти или Гертруда, была на 49 лет его моложе. Австрийская подданная румынка по происхождению, двоюродная сестра официальной любовницы румынского короля. Воронов умер 3 сентября 1951 года в возрасте 85 лет в швейцарской Лазанне. Вот таким был реальный прототип профессора Преображенского из собачьего сердца. Ну а другие, не менее интересные факты из медицины не для всех расскажем в ближайшие дни на нашем телеграм-канале. Рекомендуем подписаться, ведь там мы никогда не беспокоим вас по пустякам. До встречи на Крамоле.